В Москве прошел международный чемпионат по средневековым боям. География команд-участниц обширна. Великобритания, США, Аргентина, Канада, Китай, Новая Зеландия, Чехия, Израиль. Продолжать можно долго, но лучше один раз увидеть. Россию на турнире представили команды со всех уголков страны, включая Дальний Восток. Кто победил и как прошел фестиваль, расскажет Яна Веденова. Это не кадры из фильма о средневековье или путешествия на машине времени, а реалии наших дней. Международный рыцарский турнир. Здесь лучшие бойцы-реконструкторы со всего мира. Бои очень сложные. Как все знают, на Кубке Динамо случайных команд не бывает. Тут только ребята хорошо подготовленные, прошедшие достаточно много сражений с богатым боевым опытом. Задача бойцов – любым разрешенным способом повалить противника на землю. При этом запрещены удушающие приемы и удары по суставам. Драться во всем этом облачении крайне сложно. Глядя на все это, начинаешь лучше понимать и рыцарей. Рыцарское обмундирование как минимум весит 20-25 килограммов. Один только шлем – 5 кило. А в таком одеянии нужно не только сражаться, но еще и удерживаться на ногах, чтобы победить. Кубок Динамо, пожалуй, самый бескомпромиссный и тяжелый рыцарский турнир. У чемпионата международный статус и проводится он уже в 13-й раз. Главная цель, как и во времена средневековья, выявить сильнейшего бойца. Концентрация полнейшая, ты видишь своего противника. Просто идешь, просто бьешь. Бьем со всей силы, полный контакт руками, ногами, всем чем угодно. Скажите, это больно? Это величайшая тайна, но да. Те, кто давно этим занимаются, могут сбить в ног буквально одним ударом. Ты летишь в какое-нибудь ограждение, чтобы спастись, но он все равно тебя догоняет и продолжает бить. Пока мужская часть на ресталищах выплескивает свою природную агрессию, женская половина может прогуляться по ярмарке и познакомиться со средневековым бытом. В этой кузнице находятся точные копии исторических находок. Например, так выглядела вилка, прародительница современных, потому что до 14 века вилки были только с одним зубцом. Их еще называли амулетами путешественников за многофункциональность. Ими закалывали волосы, использовали как шило и распутывали узлы. Но главное, это, конечно же, поединки. Дома и стены, и зрители помогают. Самой сильной командой признали российский клуб «Берн». Россияне в очередной раз доказали свое лидерство в исторических средневековых соревнованиях. Яна Веденова, Рамазан Мержоев, Первонациональный.